Ну что ж, наконец-то вышла новая книжка. Я такой побегаю и говорю, мама, можно я куплю книжечку почитать? Она такая, да, сынок, можно. А я говорю, она стоит 600 рублей. И что вы думаете, она мне сказала? Да уж, ты никогда бы не читал в жизни просто. Ладно, я это сам придумал, сейчас только придумал, если чё. Короче, у нас не так давно, ну, в принципе, уже, может быть, неделю назад, да, вышел Компедиум. Естественно, я как тормоз, я всегда всё оставляю напоследок. Но я решил купить именно сейчас. Он стоит, знаете, 600 рублей, но это не деньги, 600 рублей, я вам честно скажу. Вчера я ходил в магазин, да, ну, сейчас Новый год, новогодние эти каникулы, да, январьские. И купил там вкусняшек. И вышло всё на 600 сраных рублей. Практически за один день я это всё съел. То есть, стоимость Компедиума 600 рублей, это один день покушать вкусняшки. Делайте выводы. Ладно, поехали. Компедиум. Ла-ла-ла-ла-ла. И так. Продолжить покупки. Я уже перечислил себе 600 тысяч рублей. И чё? Эй. Что ж я такой даун? Я постоянно жму эту кнопку вонючую. Всё, я понял, да. Вот сколько раз снимал видео про покупки, всегда жму продолжить покупки. Надо жрать другую кнопку. Ладно, сейчас всё сделаем. Настолько я знаю, при покупке Компедиума нам дают саму книгу, потом эффект телепортации меняется, и там какую-то плюшку нам дают. Но для начала ждём, пока загрузят. Сейчас Steam работает просто ужасно. Это забейте. Вообще ничего не грузит практически. Так, ещё раз. Жмём купить. И расчёт. Вот. Заходим в расчёт. Лицезреем. 600 рублей. Один день еды вкусняшек. Следите за фигурой. Третьте деньги на Компедиум лучше. Авторизовать. Авторизовать. Вообще правильно считается авторизирование. Ладно. Компедиум турнира легендари. Азия. Чемпионшип. 2700 год. Ладно, я принимаю эту книгу. Сделка совершена. Так, покупка. Хорошо. Активировать Компедиум. Наконец-то я на этом аккаунте активирую. У меня два Компедиума на прошлом аккаунте. Теперь будут и на новом тоже. Так. Ну да. В этом выпуске мы покупаем Компедиум. Открываем. Там смотрим, что выпадает. И быстренько пролистаем книгу. А уже будем делать ставки и так далее. Это уже будет другое видео. Хорошо. Нам всем выпадает легендарная Куропатка. Окей. Потом выпадает сокровищница. Там офигеннейший итем. Когда я увидел, я офигел. Вот. Эффект телепортации. Пускай будет. Вот. Здесь вообще такие шикарные итемы. Мне так понравились. Смотрите. То есть все итемы здесь, они имеют какую-то анимацию. Очень красивый итем на акса. Такого итема я еще в игре не видел. Честно. Я видел только один раз крылья. В игре в доте, вот до этого дня я видел только крылья кому-то выпадали. Ну вот это вот самое матное, конечно. Ну где все итемы матные по-своему. Конечно, я могу бы сказать, что я хочу на акса, потому что акс мне очень нравится герой. Но шансы практически нулевые. Поэтому я знаю, что какое-нибудь говно выпадет. Но не важно. В любом случае, это можно будет уже обменять, продать. Они в итоге, ну 100%, вот эти вот полоса итемов, они будут иметь одну стоимость. Я вам отвечаю. Практически одну. То есть, их можно будет друг на друга обменять спокойно. И вот есть у нас дополнительная награда. Да, ну шанс очень редкий. Поэтому этот шанс нулевой. Жмем открыть сейчас. Опэн. Давай, братья, давай. Давай какое-нибудь говно на сварка. Кидай мне, давай, давай, братья. А, подождите. Это не которые редкие, нет? Или это обычные? Это обычные, скорее всего, да? Я подумал, что это редкие или это нередкие. Ну ладно, как я и сказал, что выпадет нас с варкой, естественно. Хотя, в принципе, смотрите, неплохое оружие. Здесь есть руна привязки. Я тоже такой еще руны не видел. Нормально, пойдет. В любом случае, еще раз говорю, что этот итем мы сможем обменять там на плечо Акса спокойно. Любой обменяет. Теперь, дальше, компедиум. Давайте мы сейчас посмотрим сам компедиум. Сразу скажу, что это казалось важнее, чем я думал. Во-первых, компедиум мы теперь открываем не самого профиля, как раньше, а теперь через трансляции турниры открываем. Дота 2 Азия нажимаем на эту книжку. И, кстати, он грузит не с первого раза. Ладно, нам повезло, повезло. Еще, для тех, кто будет покупать компедиум. Смотрите, когда вы купили и открыли его сразу, он будет немножко важный у вас. То есть, там будут всякие проценты, там, то есть, будут перемены и так далее. Короче говоря, он будет неправильно отображать записи. Все очень просто. Закройте его, подождите, некоторое время подождите, он обновится, и потом уже открываете. И он в итоге будет выглядеть вот так вот. На половину он будет переведен русский язык, на половину английский язык. Хотя, изначально, конечно же, он на китайском языке. На китайском. Вот такая вот у нас книжечка. Вот мы видим красивая обложка. Меч красивый за 5 центов. Так, все, бежим, бежим дальше. Потом цели. Но мы сейчас сделаем так. Я не буду переводить здесь цели. Я потом, ближе к концу этому видео, я покажу, какие цели мы достигли. С переводом на русский язык и с картинками. Поэтому эту страницу мы пробегаем. Но, скажу одно слово, просто. В прошлом году Интернешнл нужно было набрать 10 лямов. Набрали легко. Поэтому, то, что здесь он наберет 1 250 000, это я даже не сомневался. Поэтому все цели выполнены в итоге. Далее показывает мой уровень. Компедиума. Всего лишь первый левел. Вот показывают очки, которые необходимы нам для поднятия левела. Опять же, за что мы можем получить здесь и так далее. Потом мы можем купить отдельные очки и поднимать левел. Вот награды. У нас, видите, еще должен быть Custom Cursor Pack. Но пока его нет. Его выпустят, само собой. Когда будут следующие обновления доты, я открою доту, у меня выпадет Custom Cursor Pack. Курсора набор. Потом, если будем аппать компедиум, будут закрученные экраны. Потом даже 3 4 левел может выпасть. Нам сундук выпадет. Если мы наберем 3 4 левел. Я в прошлом году, по-моему, на International набирал... Ну, в 14-м году имею в виду. Там 45 левел, по-моему. Здесь, видите, можно бесконечно набирать и получать сундуки. Далее, вот наша Куропаточка. Потом Сокровищница. Приглашенные команды. Вот можете глянуть. Одни ноунеймы. Естественно, если бы здесь была моя команда, Арксплюй, да. Сразу победил у всех, моментально просто. А здесь квалификация. У них тоже проблемы с этой квалификацией. То есть, голосовалка там, вот, лагал. Короче, ну, забейте. В общем, много проблем с этим компедиумом у них было. Очень много проблем. Потом, а... Select... Custom Game Show. Типа, выберите, наверное, героя. Куча говоря, они хотят сделать какую-то бонусную игру, да. И предлагают выбрать герой. Да, я выбрал инвокера и посрать. Какая разница вообще. Потом нам предлагают выбрать альтернативную озвучку. Это уже наугад понатыгал. Мне, в принципе, озвучка не важна вообще никак. И приложение. Тоже предлагаю сделать какой-то выбор там. Но это все сейчас бессмысленно абсолютно. Самое главное, это не голосовалки вот эти вот, да. Предсказания, они практически никогда не сбываются, я вам скажу честно. В прошлом году предсказывал, да это почти нереально. Ты можешь предсказать там героя, которые будут чаще всего пикать. Потом начнется чемпионат, а они будут все делать абсолютно наоборот. Не как раньше до этого. Поэтому я говорю, это вот абсолютно смысла не имеет. Это предсказания, они вам не нужны. Самое главное, это получать вот это, да, плюшки. Вот этот набор. Набрать уровень, получить сундуки. И вот эти плюшки. Давайте мы сейчас перейдем к этим плюшкам. Какие цели достиг компедиум и что мы за это получим? Ну, самая первая цель. Начальные награды, телепортация у нас есть, курьер есть. И закровищница у нас была. Потом мы получим при следующем обновлении доты сокровищница за грудочным экраном и интерфейс. Получим на халяву. Видите, здесь показано, что уже сделано, а что сделают при последующих обновлениях. Потом мы получим, мы это владельцы компедиума, голосовалку. Ну, это нам не важно, не важно. Мне никогда это не нравилось. Голосование за шоу-мач. Да нафиг у меня усрался во шоу-матч. Я лучший шоу-матч. Я. Ладно, идем дальше. Мы получим эксклюзивного курьера, набор смайликов, получим новую сокровищницу с иммортал предметами. Да. То есть, кто купил компедиум, он получит в итоге две сокровищницы, минимум. Начальную и еще одну с иммортал. Также он может получить сокровищницу за апп уровня компедиума. Дальше голосовалка за новую китайскую озвучку. Я всю жизнь мечтал об китайской озвучке. А, новый набор курсоров. Да сколько уже можно курсоров-то? У меня же вся дота в курсорах. Тем более, я же сделал видео, как бесплатно получить курсоры. Ну ладно. Специально онлайн события во время проведения турнира. И концерт дота 2. Если она наберет миллион двести пятьдесят. Но он наберет сто процентов. Поэтому... Перфект ворвлд. Что за говно вообще? Что это за параша? Вы что, о чем говорите? Ладно. Короче говоря, нам концерт тоже не нужен. Вот. Мы увидели награды, которые мы получим за достижение цели компедиума. Нет смысла уже снимать голосовалку. Она потому что уже или закончилась. Да, она бессмысленная абсолютно. Все. Мы сделали обзор компедиума. Может быть я еще сниму. Но я в любом случае сниму, когда выпадет сундук. Я вам покажу. Да, мы его откроем вместе с вами, конечно же. Потом, скорее всего, я сниму, когда будет выпадать. Отдельные вещи, смайлы отдельные. Потом, когда выпадет стиль интерфейса. Я все это покажу вам. В отдельном видео. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.